14 году получил травму которая привела частичные парализации нижних конечностей вот пытались установить диагноз диагноз был установлен спустя некоторое время то бишь в семнадцатом году был только установлен конкретный диагноз и было был направлен на операцию в город москва в институт нейрохирургии имени бурденко диагноз может звучит так артерия венозной фистулы грудного отдела позвоночника иногда вот я могу пошевелить там пальцами на ногах ступней то есть какие-то еще остались вот у меня движение но полноценного этого ничего нету донецк макеевка то есть это шахтерский край естественно работал в угольной промышленности а доллары теперь понятно то есть у вас уже было какое-то заболевание то есть какие-то были предпосылки к этому а это еще бы умер так как узко ускорило то есть это как бы заболевание мою вследствие травмы она не сразу проявилась если она проявлялась под постепенно я занимался волейболом восемьдесят девятом году если защитил кандидата мастера спорта по волейболу виду нормального нормальный образ жизни да то есть участвую в городских соревнованиях республиканских я уверен в том что я буду ходить вот я этого очень хочу не только я и все мои друзья знакомые родственники естественно этого очень хотят будем бороться общение с такими же людьми она еще больше тебя подстегивает она еще больше тебя толкает жизни не опускать руки и добиться чего-то каких-то результатов когда ты общаешься с такими людьми и участвуй в каких-то соревнованиях мероприятиях то есть у тебя чувство такое что ты кому-то нужен и ты что-то еще можешь сделать да то есть принести какую-то хотя бы минимальную но помощь какую-то обществу в дальнейшем у меня есть такая мечта ну как бы не открыть не фонд не заняться благотворительностью да то есть помогать таким же людям как я вот почему такое решение потому что глядя на все вот это что у нас сейчас происходит у нас для инвалидов коляса в основном колясочные дай таких инвалидов у нас ничего не предусмотрено ничего не при не приспособлено даже вот вы видите ли я постоянно сижу в квартире вот это мне чтобы выйти на улицу нужно звонить ребятам ребят придите меня спустите на на второй этаж вот и это люди которые меня не бросили которые мне помогают постоянно мы с ними контактируем вот и они же в этот момент они полностью как привязаны ко мне они бросают все там свои какие-то дела они постоянно все находятся со мной ну мало ли какие могут быть ситуации мне нужно будет срочно подняться то есть они опять меня берут поднимают я хотел бы пожелать крепкого здоровья до терпения не слаживать руки на том что то есть как бы не останавливаться то есть идти вперед постоянно идти вперед пытаться самореализовать себя найти именно то что вам по душе или что им по душе чему не в душа лежит или же найти что-то для себя но не останавливаться идти вперед 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 и вперед жизнь на этом не останавливается то есть и побольше общаться с людьми пытаться добиваться того чего вы хотите вот как говорят стучите в дверь да и вам обязательно откроют